Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Правительство признает ряд объективных предпосылок для роста цен на товары. К таким предпосылкам можно отнести, в частности, существенную зависимость от импорта. Тем не менее, Минпромторг, Минсельхоз, Правительство и Антимонопольная служба реагируют и немедленно разбираются с каждым конкретным случаем повышения цен на продовольствие в каждом конкретном регионе. К сожалению, тенденция роста цен на муку и хлеб в ближайшее время сохранится. Правительство ожидает снижение цен на зерно от 50 копеек до 1,5 рублей за килограмм благодаря введенным с 1 февраля 2015 года экспортным пошлиным. Почти две трети опрошенных россиян заявили, что в России уже начался экономический кризис. Наиболее высок процент тех, кто придерживается подобные оценки среди жителей столицы и городов с численностью населения от 50 до 250 тысяч человек. Среди основных факторов кризиса назывались рост цен, инфляция и снижение уровня жизни. По 6% респондентов назвали безработицу, сокращение и спад в экономике. Еще 10% назвали падение курса национальной валюты к доллару и евро. Также 2% считают, что на ситуацию в экономике повлияло падение цен на нефть, а 3% считают фактором кризиса внешнеполитические проблемы России. Египет предлагает России взаиморасчет в рублях в основе предложения состояние российской валюты и желание активизировать российский турпоток. Причем начать расчеты в рублях предлагается уже в феврале. Стороны прорабатывают механизм двусторонних соглашений, которые позволят отказаться от американского доллара, который до сего дня оставался основной денежной единицей российского египетского туризма. Российский фондовый рынок открылся снижением индексов. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1573 пункта. Среди лидеров падения бумаги Россетей, Преф и Транснефти, акции ВТБ, НЛМК, ФСКЕС и Норникеля. Лидеры роста Интеррао, Алроса, РДР Русала, акции Полюс Золота, Преф и Башнефти и обыкновенные акции Распадской. Негативное открытие торгов произошло на позитивном внешнем фоне. Цены на нефть, хоть и не сумели продолжить начатый накануне отскок, демонстрируют стабильность и держатся на уровнях вчерашнего закрытия. На азиатских биржах преобладает покупательный настрой на фоне публикации достаточно позитивной статистики по китайской экономике. Курс доллара на 20 января 64 рубля 97 копеек, курс евро 75 рублей 17 копеек, золото стоит 2664 рубля за грамм, серебро стоит 35 рублей 34 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 48 долларов 35 центов за баррель. На сегодня это все, удачи в делах!